Альфред Грибер Авторский курс «Иврит для начинающих» Урок номер 51 Остальные ответы на вопросы после приветствий при встрече Урок ведет Альфред Грибер Если у отвечающего на вопросы о жизни, здоровье и делах Все идет средне, то есть и нехорошо, и неплохо То его ответные реплики обычно бывают следующего типа Слово «ОТО» имеет значение «тот», «тот же самый», «его» в смысле «кого» или «что» «ОТО», «ОТО ГАДАВАР», «ЭЙНХАДАШ», «Ничего нового», «ЭЙНХАДАШ», «КАХА-КАХА», «Так себе», «Так сяк», «понемножку», «Ничего», «сносно», «нормально», «КАХА-КАХА», «Слово «КАХА» Имеет значение «так», в смысле «таким образом», «так себе», «а вот так», «КАХА», «КАХА-КАХА» «ЭЙНМАШУМЭНЬЕН» «Нет чего-нибудь интересного» «ЭЙНМАШУМЭНЬЕН» БЕЕЭЭХ БЕЭЭЭЭХ Приблизительно, примерно, около, БЕЭЭЭЭХ БЕЭЭЭЭХ ШУМДАВАР Шум-давар. Ничего, ничто. Шум-давар. Нидмели шелера. Кажется мне, что неплохо. Нидмели шелера. Ани ле йодеа мали агид. Я не знаю, мужской род, что сказать. Ани ле йодеа мали агид. Глагол настоящего времени мужского рода единственного числа йодеа имеет инфинитив ладаат со значениями знать, в смысле иметь сведения, уметь. Ладаат йодеа. Глагольный инфинитив ле агид имеет значение сказать, поведать. Ани ле йодеа мали агид. Еш ли бэйот. Есть у меня проблемы. Еш ли бэйот. Слово еш имеет значение есть, существовать, имеется. Еш. Еш ли бэйот. Ле ахи. Не очень, так себе. Ле ахи. Слово ахи имеет значение самый, наиболее. Ахи. Ле ахи. Ле колькахтов. Не так хорошо, не настолько хорошо. Ле колькахтов. Слово сочетание, кольках, имеет значение так, настолько, такой, перед прилагательными. Кольках. Слово ках имеет значение так, таким образом. Ках. Ле колькахтов. Если дела, отвечающие на вопросы о жизни, здоровье, в делах, идут нехорошо, а даже, можно сказать, плохо, то его ответные реплики обычно бывают следующего типа. Ра. Плохо. Ра. Рамеод. Очень плохо. Рамеод. Лёбэсэдер. Не в порядке. Лёбэсэдер. Альгапаним. Очень плохо, когда речь о положении или ситуации. Хуже некуда. На моем лице все написано. Альгапаним. Существительное. Множественного числа паним. Имеет значение лицо человека. Личика. Лицо, как передняя сторона. Вперед, как передняя часть. Лицевая сторона. Фасад. Поверхность. Наружная сторона. Паним. Альгапаним. ЗИФТ. Паршиво. ЗИФТ. Папа. Паршиво. Продолжение следует...